На меня и на мою семью уже неоднократно покушались, хотели сжечь мне технику, за малым не сожли всю мою семью в количестве 8 человек. Даже когда уже были возбуждены уголовные дела, которые были возбуждены еще в 2020 году, на сегодня их никто не расследует. В прошлом работал начальником службы безопасности ОСХП Дмитриевская. Лично мне Шестопалов Вадим Павлович поручал поджечь технику Маслова Николая Николаевича и потом еще поручал его физически устранить. Боюсь за жизнь свою и своей семьи. Афилированные структуры пытаются нас запугать, чтобы мы сидели ровно и не требовали своего. Жители станицы Дмитриевской Краснодарского края говорят, что здесь совсем недалеко он родился, Александр Иванович Бастрыкин. И фермеры сегодня пригласили нас для того, чтобы рассказать о многомиллиардном переделе земли. Как рассказывают фермеры, на их жизнь покушаются, их земельные участки хотят отжать. Просто отобрать, но естественно в коммерческих интересах. И звуча здесь фамилии Хахалевой, судьи той самой, бывшего председателя Краевого суда Чернова. Ну сейчас будем подробно об этом разговаривать, но то, что озвучивают люди, это просто какое-то безумие. Речь идет о просто покушении на жизнь. Причина всему это наша кубанская земля. Я и мои дети здесь, мои внуки на сегодня здесь в 12-м поколении. Мои предки были организаторами этого поселения. Брали на личные контроли губернатор и прокурор края. Никто не расследует. Я умоляю и прошу вас, потому что может пострадать и погибнуть моя семья. Потому что на меня неоднократно заказывалось покушение. На это и есть свидетельские показания. С прямого свидетеля, которому поручали это делать. Покушались на нас, значит, ОСХП Дмитриевская, генеральный директор, которого является Шестопала Вадим Палыч. По нашему твердому убеждению, он же является и заказчиком и поджогов, и покушений на убийство. Довести дело, расследование до конца. Не иначе нас убьют. Все это хахалевско-черновская мафия, прогремевшая на всю страну, она никуда не делась. Хахалева сбежала. Чернов ушел на пенсию. Но их дело живет. И продолжают нас насиловать и убивать. Прямой геноцид и террор устроили против нас. Через судебную систему. Через свои подконтрольные, в общем-то, и продажные местные следственные органы и милицию. СХП Дмитриевская, это генеральный директор Шестопалова Вадим Палыч. И им, их юристам, в суд сходить. Вот что ларек за пирожками, то им в суд сходить за определением суда. В данный момент в Кавказском районе сложилась такая ситуация, что есть некоторые собственники, которые изъявили свое желание выделить свои земельные доли и распорядиться ими по своему усмотрению. То есть некоторые люди хотят создать собственное хозяйство, некоторые люди хотят отдать своим родственникам, которые уже являются фермерами. Но СХП Дмитриевская всячески препятствует этому, используя свои ресурсы в судебной системе, давит на суды. И суды выносят незаконные, необоснованные определения, судебные акты, решения. И причем это происходит с молниеносной скоростью. Иск в суд принесли, в этот же день его приняли. На следующий день уже наложили арест и на машине СХП Дмитриевского привезли домой пристава, вручили документы с наложением ареста. И люди не могут, ни арендаторы, ни люди не могут зайти обрабатывать свои земельные доли, которые уже выделены. Более того, это продолжается уже 9 лет. Уже некоторые люди и поумирали, некоторые пайщики умерли. Вот то, что сейчас рассказывали фермеры, некая организация, сельхозпроизводство, ОООшка крупная, не дает людям выделять свои паи, огромные земельные участки. Через суды каким-то образом добиваются своих прав на то, чтобы засевать эту землю. А людям, фермерам, которые владеют этими земельными участками, распоряжаться им нет никакой возможности. Потому что, как говорят, большой административный ресурс действует на стороне фермерского хозяйства. Сейчас будем в этом подробно разбираться, но люди подозревают, что здесь есть мощнейшая коррупционная схема. Не будем этого утверждать, лишь мнение людей. Я фермер Краснодарского края, один из участников и активистов тракторного марша 2016 года на Москву. Причиной тракторного марша у нас являлось, в первую очередь, это, конечно, отношения судейского сообщества и организованная бандой Хахалева и Чернова. Банда, которая отнимала у нас земли и не давали нам выделяться. Везде побывали. Побывали и в Москве, и в администрации президента. Но ничего за это время не поменялось. Вместо этого, 24 февраля 2020 года, вот во дворе моего дома, был подожжен нам вот этот комбайн, и еще имелось у нас два КАМАЗа новых фактически. Один из КАМАЗов был подожжен. И только благодаря чисто случайности, потому что соседи вовремя увидели, и мы успели потушить, не догорела вот до бака в комбайне 600 литров дистоплива, и в двух КАМАЗах по 350 дом, вот видите, под уклон рядом газовые трубы. Просто, ну, на грани фантастики выносятся судебные акты. Например, на прошлой неделе принято к производству исковое заявление о переводе прав и обязанностей арендатора, юридического лица ООО СХП Дмитриевская, индивидуальному предпринимателю Маслову Игорю Николаевичу, и принято оно к производству судом общей юрисдикции. Хотя это прямая подведомственность арбитражного суда Краснодарского края. Ему запретили обрабатывать указанный земельный участок, и практически дословно обязали не чинить препятствия ООО СХП Дмитриевскому по использованию данных земельных участков. Хотя само ООО СХП Дмитриевска в исковом заявлении указывает, никаких документов на использование данных земельных участков не имеют. Вообще абсолютно. В разных инстанциях на рассмотрении находятся более 11 судебных дел. Судебные акты, которые по ним выносились и принято решение, уверен, что здесь идет какое-то лоббирование интересов ООО СХП Дмитриевска, потому что самое яркое доказательство, что все дела с 2022 года направляется на рассмотрение одного и того же суди. Фамилия этого судьи – Жеребор Сергей Алексеевич, судья Кавказского районного суда Краснодарского края. Ну да, самый большой вопрос, который возникает у фермеров – почему вообще это дело рассматривал суд общей юрисдикции, если очевидно, что его должен был рассматривать, ну, только арбитракт? Я следующий после Маслова претендент на отжатие земли. Я выделил три года назад землю по 101-му федеральному закону. Не было ни возражений, все зарегистрировано, дважды перепроверялось все. Суд почему-то принял к рассмотрению иск СХП Дмитриевская о том, что я неправомерно выделился. Почему-то назначили комиссию. 101-й федеральный закон не подразумевает никаких комиссий. Ну, воистину, самая большая ценность здесь, на территории Краснодарского края – это земля. И люди, пайщики, которые владеют этой землей на праве собственности, они и переживают, что сейчас на их жизни покушаются именно для того, чтобы забрать их земельный участок. Еще странная ситуация происходит с тем, как выносят решения местные суды. Их дела должен был рассматривать, очевидно, арбитражный суд, но каким-то странным образом о решении того, что эти земельные участки будут обрабатывать. Вот эта вот организация почему-то рассматривает суды общей юрисдикции. И люди здесь видят сильнейшие, важнейшие нарушения, на которые должны обратить внимание на федеральном уровне. В прошлом работал начальником службы безопасности ОСХП Дмитриевская. Лично мне Шестопалов Вадим Павлович поручал поджечь технику Маслова Николая Николаевича и потом еще поручал его физически устранить. Я просто отказался, проигнорировал, да и все. На меня сразу после этого произошло покушение в городе Кропоткине. То есть пытались меня физически устранить, да, зарезать. Нож у меня остался до сих пор здесь, я стоял на память. То есть я оказал сопротивление в подъезде нападавшем. Я его угадал, собственно говоря, хотя он был в маске. Я знаю, кто это. То есть это приближенный тоже Шестопалов. У меня обращение лично к Александру Ивановичу Бастрыкину, как к земляку и к кубанскому, в общем-то, он себя считает кубанским казаком. Просьба. Есть все данные и показания. Мы просим вас. Организуйте в конце концов, чтобы было действительно проведено и закончено расследование. И Шестопалов не был на свободе. А если будет доказано, я уверен, что это мы сможем доказать, чтобы он находился уже в тюрьме и не продолжал нас тут терроризировать, он просто открыл террор, чтобы они прекратили терроризировать население станицы и нас, как фермеров. Как только они расследуют это преступление, которое мы уже раскрыли фактически, все закончится мгновенно. То есть в этот же день все закончится. То есть не будет ни террора никакого по отношению фермеров. То есть все дело за полицией, скажем так. Ни в коем случае не хочется сгущать краски относительно того, что здесь происходит в Краснодарском крае. Но если бы, да, все происходило в рамках каких-то судов, гражданско-правовых отношений, да, передел этой самой кубанской земли, здесь бы вопросов не было. Но фермеры, ну вы видели в репортаже, рассказывают о том, что поджигают технику. Семьи вынуждены спасаться ночью из собственных домов, потому что, ну, могли реально погибнуть. Именно поэтому вот в этой ситуации нужно разбираться правоохранительным органам на федеральном уровне. Как говорят люди на местном уровне, они всегда остаются неправы.